Угу, сразу с местных в карьер, всех привет тогда! У нас тут битва низов 1-го дивизиона, которые волею судьбы пришли из 2-го дивизиона спасать, спасать заявку, чтобы было побольше матчей. Вот, Вирм против Колда, Вирм сегодня мне уже проиграл, посмотрим насколько это отразится на его игре и на его ментале. Колд проиграл меня вчера или позавчера, недавно тоже. Собственно, больше матчей почти и не было в лиге. Не спешат наши топчики. Вирм наигрался с лайтой онли, дал 2 лайты и отлетел от Колда, от Шоки. Опять он с онли лайтой, ничего не попадает, не держит сейчас ни одну Шоку. Но Колду надо его не отпустить до лифта и попасть в свою Шоку в ответ. Да, бежит за аптечками, там Полтов с Шокой лежит, а он еще лайту отдал. Если бы замкнул камбу, был бы фраг, но так Вирм его прислингует и делает хэдшот снизу вверх. Вообще, на лакичах получается камбэча. Ну и Колд тоже виноват, лайту не я и подобрал, на Полтов в своем время не ушел. Камбу не взорвал, ну как бы по делам наказан. Опа, ловит камбу на фулл хп. Сейчас может огрести, а может флайты отбиться, ну вот отошел наверх. Протерялся я с таймингами, че где, из-за того что комментирую. Ну Колда там вроде мало хп, он даже лайту и по звуку не держит. Пытается отспамиться. Сейчас будет сотня, вот теперь у него там 20 хп и грамотная ракетка. У стек у Вирма есть секунд 10 до Полтоса с Шокой. А нет, Шока лежала на респе. Значит только до Полтоса. Шоки у него нету вроде как. Здесь только Рокет Лайта. Сейчас надо аккуратненько сделать фраг. Интересная игра. Хм. Так, а я хотел бы чатик открыть. Вдруг меня кто-то смотрит, слушает. Какие-нибудь Сибиоры. Не знаю, никого не вижу в чате. Ну очередная сотка. Вирм чисто с линком пришел. Колд да промахивался в Шоке, но две попал. Отогнал. Ну отпустил. Хорошо, что вообще не сдох. Правда Полтос сейчас будет за Вирмом и вообще он тут не отпустит. Да. Полтос лежит. Ну тут Колд пошел фидить. Он наверх запринял только на Шоку. Попал рандом с Био. Второй не попал. А счет 3-3, да? Да. Здорово Никитран. Вернон Фан. Что, когда там до первого Дива Килл хапнется у тебя? Что-то Вирм после... Да ладно, 7-8 лет. Верн после асоута что-то в дуэли не так сильно имит. Как будто бы... Не по 60% в Шоке. О, и у тебя будет мойник мажорный. Понятно. Переглядки друг с другом. И Коуд выигрывает эту дуэль на флаг... Ках на флаге с его стороны. Оба на лоу. Нормально, сколько там у него? Снайпа... О, это он только сейчас начал стрелять со снайпой. 75. 34 попал. Все, должно быть 35. Да. Статка не брешет. Верн... Верн даже Шоку боится взять. Прибежал в лайтой. Сотка. Штрафанул только. Сам не взял. Сейчас аптека спасительная. И у Коуда более-менее дела нормальные. Ну вот после этой лайты не очень. Но и есть полтос, который целый. И невреимый. Если он начнет попадать... То это в принципе могло бы быть хорошо. Коуд что-то жадничает. Аптеку верхнюю не взял. Полтос сразу ушел. Это еще не сразу появится. Только после полтоса. Приходится окольными путями идти вот на эти аптеки. Верн должен брать, да, полтос. Надо бы отожраться виалками. Колдун. Он идет воевать за 100. Пока Верн тоже только наверху. Непонятно откуда прострел. Ну вот это не обязательно конечно было ловить. Но Колд не боится стреляться. Прострелы ловить не обязательные. Которые нельзя конвертировать перестрелку в ответ во фраг. Но он ведет два фрага. И не подловил Колд ничем. Вот тут фул комбо на 150 хп. Да, Верн что-то подставляется. Сильно. О, еще и Вайтуб штрафанул Колд. Сейчас сотка ему должна свободно доставаться. Верн наглеет и... Да. Колд ничем не попадает. В простой достаточно ситуации. Вот у него есть шока с респа. Он наверное заберет полтос. Не-е-е. Верн как-то безидейно сейчас играет. Походу. Наим полагается. Да. Провнивает счет. Что там Колд? Верн бросил сотню. Ушел. Не потаймил. Да. Да. Ушел. Шоку. Колд не отдал. А миник есть какой? Ну не миник. Шафт. Я бы шафт... Сейчас уже стильненько так не отпустил. Надежненько. Колд дал три шоки. Сейчас надо еще две дать. Ну так. Нормально. Баг сделал. Контроль не особо отдал. Надо опять бежать на полтос с шокой. Колд хочет как-то прострел дать. Сейчас будет не успевать после полтоса с шокой на сотню уже. А Верму она ничего не надо. Ему лишь бы лайту отобрать. Ему не нужны никакие арморы, шоки. Схотни. Ему дай свайты пострелять. Ну вот колд сделал ошибку и теперь полтос отдал. А Верм своей игрой в итоге свайты наштрафовал колда. Что тот снайпу не держит. Сейчас оба просели по хп. Верм конечно особенно. Верхняя аптека? Нет. Верм пошел вялоками хилиться. Нижними. Ой-ой-ой. Ракета в упор. Два. Восемь хп. Сотков двадцать один. Колду надо как-то до аптек добежать и не умереть при этом. Получается. Неужели щит работает в этой игре? Странная перестрелка. У кого-то хотя бы грамотно делает, что отступает, но не может нормально отбиться. По рулезам вообще все забили, лишь бы постреляться друг с другом. Но наконец Верм решает, что пора хпшки накопить. А не просто на другой части карты бегать. Но зачем-то подставляется под фул камбу на 150 хп. Наверное, чтобы подобрать вайтус респауна. Колду решает почесить. Интересный выбор, кто кого пушит. Когда у кого нет хп. Сейчас равная примерно ситуация по стеку. А у колда есть шока. Три минуты и преимущество в четыре фрага. Какая-то сенсация намечается. Какой-то мой матч с Вирмом не смотрел, но видел, что я выиграл на бэкспейсе. А Вирм пикнул. Забыл я. Ух ты, вот через щит попал. Да, Вирму... Нельзя делать шоу-джамп. Ловит прострелы. Ну аптеку сначала надо взять. Не, ставит хэдшот. Повезло. Два минуты осталось. Колд слева. Да. Колд не думает там прятаться, хочет рефраг сделать. Так. Встреча. Ну Вирм отпускает колда на нормальную позицию. Правда, сотню все равно забирает. Но позволяет колду взять войту. Если тот захочет. А у колда она есть, да? Уже, да. Эту. Он хэд ловил. Ну теперь есть. Так и не подбирал. Что-то он там прячется, бегает. Тянет время. Три фрага, одна минута. Нормально там, ялками отоелся. Плакай, можно жить. Можно и не жить. Набил где-то респ. Надо было сразу бежать на лифт. На шоке. На полту, конечно, нельзя. Но если... Сотня быстро. Да, она лежит. Колд подбирает его здесь. Не напороться. Отбиться в фулл комбо. Вирм сам ждет, что колд сделает ошибку. Но колд убежал. 15 секунд. Колд, наверное, там в уголочке сидит. Нет, он поднялся наверх. Войту вроде больше не держит. Но если уйдет на лифт, то выиграет. Отбегал. Ну и Вирм медленно чесил. Прикольно, прикольно. В один фраг. Выиграл колд. Неожиданно. А Вирм аэроволк брал. А Вирм аэроволк брал. Вирм жалуется на звук. Возможно, это причина его поражения. А куда он мог деться? У меня все прекрасно слышно. Отвалился. 999 999 Вирм аэроволк брал. На выиграл. Непонятный аэроволк. Вирм. Продолжение следует... Продолжение следует... Конкретику не помню. Здорово, Сип. Я уже тебя вспоминал. Какой нафиг Company of Heroes? Ну, ностальгический. Прикольный. А чё тебе не нравится? Я там смотрю под сотню просмотров. Видос набрал. Вот. Кому-то интересно. А, это сейчас я не поменял, что ли? Понял. Меняем. Сорян. Прошлого стрима не осталось. Продолжение следует... Да, это всё из-за Найсера. Я не увидел, что у меня... Не поменялась игра. Ладно, смотрим вторую карту. Счёт я, кстати, забыл. У меня там висит вообще на плашечке какой-то счёт. Нет, не висит. Надо сделать. Ловит хэдшот. Я вижу. Любимая снайпа Вирма. Всё, он там отожрал. Кроме полтоса. Усани отжал. Я хз. Я играл в колдон. Через праки и не праки. Лигу и праки. Я чёт вообще не... Никакой идеи от него. Никакого сопротивления не почувствовал. Играл как... Сам я как... Овощ какой-то. Может быть и я опнулся настолько, что не ощущаю. Не знаю. Так. У колд уже летит три фрага. Но может стырить сотню. Правда, щитом неправильно прикрывается. Но может отхилиться. Может не отхилиться. Пытается слинковаться в Вирма. Почти ничего не попал. Стэк весь растерял. Можно на Вирму переключить. Как он там на контроле бегает. Бэкспейс. У него норм был. Везло. Реверс. Ну это ты сегодняшний реверс. Посмотри против Вирмы. Ты поймёшь как... Что я играл там в полсилы. Против колда. Не, у меня есть чувство, что при желании можно колда обыграть в ноль. По фрагам. Не в минус, конечно. В минус мне будет тяжеловато. Но в ноль можно. Да, я стримил. Вот. Поэтому я удивлён. Саня или посильнее? Хотя я тоже играл недельку назад с Саней. Пакмапом. Сыграл... Я старался после комментариев Ласи. Сыграть по... Понадёжней. По как-то... По собраннее. Выиграл 7 карт. Из 7. Мне казалось, что Саня посильнее будет. В плане сильнее, чем колд. Не спойлерю. Привет, Вася. Вася, ты болеешь за колда? Колд 3 диска. Он там имбу себе набрал в CTF. Холд уже одну отжать успел. Ну ты же в спеке зашёл на прошлой карзе. Вот он и выиграл. И даже не и рейс. А Вирма и рейс знает. Говорит, там вот А4 её видел. Так, колд сделал первый рефраг. И у него есть сотни. И он ещё хэдшот ставит. 10 хп там у Вирма. Или 35. Или 60. Или 0. Или 100. Короче, кто компы себе прикупили, те тащат теперь. Ну, кто именно? Кто так прям апнулся сильно? Кроме меня. Каффа. Полян апнулся. Коуд? Ну, коуд, по-моему, как был, якорь так и остался. Ну, а эти ребята, кто был сильный, те и остались сильными. Короче, суть в том, что не это определяет, кто как играет. Коуд пытается хоть что-то сделать без вэпена. Получается только фигить. Не знаю, какой там у тебя старый, но он 10 лет назад позволял тебе стримить. Ут. Яркий пример того, как не помогает комп, это ксенон. Опа. Весь стэк съел телефрагом. Но это не поможет на этой мапе. Очень долго разворачивался с флага и в итоге умер. Так, я отвлекся на чатик, тут был какой-то хэдшот. Ладно, ждем третью мапу, 7 минут. Ой, лаги. Додоса. У Вирма ПЛ. И у Коуда ПЛ. Прошло. Да ладно, где он лучше тебя, Вася? Ты че, на ту реке? Можно было посмотреть. Ты там 65 поинтов, вон там еле 40. Ненастоящих. В смысле, а почему тех пор? Наоборот, они же остались играть. Несмотря на все лаги. Коуд. Ну ладно, ну ты вроде нормально тащила в тиме психоделиков. Мы все вроде Сошлись на мнении, что ты тащила. Так, Вирм немного потерялся. Но сотню, наверное, не отдаст. Ну боится, че-то боится стреляться. Вирм немного потерялся. Вот так. Дердыр с 24 поинтами. Ну в принципе он ласпик. Все нормально там. Я сам не понимаю, как Верн научил его быть полезным в своей тиме. Мне казалось, что он в духе тоже таких игроков мало обучаемых с годами. Но Верн как-то нашел подход. Здесь какая-то аркада начинается. А еще играть-то четыре минуты. Кол делает дубль. Семь фрагов четыре минуты. Если вдруг накамбетчит, это будет весело и выиграет 2-0. Мигу, правда, проместаймил, но сотню забрал. У Верн пока нет хитскана. Он не знает, что делать. Играет с телепортом. Ну вот, есть его любимая лайта и любимый хэдшот. Четвертый. Ну Верн топ-1 мира Патриал ВВТ. В остальном, конечно, если бы ему такую конфигурацию компакт, как у Бугатти. Он бы, наверное, играл сильнее, чем Буг. Болеть за колда или нет? Нет. Три минуты осталось. Три минуты осталось. Осталось, не узнать. не слышал, как он там общается с кем-то. Хотя мы вроде на Ассоуте сидели в их ТС. С Джутом там, бомбанутым. Бомба-Джутом. Там верм особо молчал, по-моему, в основном. Я не понимаю, почему он любит играть с какими-то слабаками. Какой-то своей компанией. Не знаю. Не, я чувствую, что все-таки бэкспейс была шара. На нормальных картах... Опа, прикольный дубль. На нормальных картах он со своим аимом ничего не даст колоду. Не знаю, что там напекают. Первым черкать будет код. Где там списочек наш? Минус ироник, да? Минус ироник, да? Минус ироник, да? Так, счет 1-1. Обновим. Обновируем. Интересно, на что выводит вирм. Сатика? Вау, вау, вау. Реверсы сатика. Сатика? Ну, это прикол, конечно. А что, почему он не должен был минусить Лею-то? Так, надо поспекать за вирмом. Он вообще шарит, что делать на садике? Что это за мопа такая? Колт, наверное, наиграл ее. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ну, давайте. Опа, сразу колдорест на шоке. Вирм не стал стреляться, с рокетом в упор. Посмотрим, как будет битва за сотню. Колт, он прессингует. Ну, вообще неудачный выбор вэпена от вирма. В той ситуации, где рокет был бы выгодный, он стрелял с хитскана, а там наоборот, короче. Все не так, как надо. На полтоц колд не успел. Перетыкал вирма. На одну шоку больше дал. У него там плохо все со стеком, но он отошел на аптеке и на вялке. Но он выдал свою позицию и колд ничего не промазал. Сейчас будет шока. Вирм куда-то загулял, дал кучу плазмы. Сейчас полтоц и сотня. Колд, что ты делаешь? Колд! Интересные дела. Два фрага просто... Ничего. Любимый хэдшот вирма тут. Вертикальный. У контроль практически. Сейчас там опять шока должна появляться. Войтут контролирует и держит центр. Ничего, стильненький хэдшот, как у меня было в 2010 или 2011. На тайме. Одиночный прыжок и хэдшот. Дуэльный чемп слишком душный? В смысле? В смысле слишком душный? Вообще не понимаю, какое выражение про дуэльный чемп. Я, кстати, сделал скиддон 33% как просили на клипы. Наушники сломал в прошлой лиге из-за поражения на мапе. Ну, когда я играл 10 лет назад и мне было там 16 лет, я тоже много мог психовать по поводу игры. Сейчас я чаще спокоен, как удав. Ну, это заслуга последнего года, наверное. В принципе, в целом моего психологического развития. Я молодой. Возможно, даже вечно молодой. Возможно, я не знаю. Убивается. Это как? Ну, вот так. Чем дальше, тем моложе выгляжу. Мне недавно вот один человек, который по финансовой грамотности чему-то там хотел меня научить. Ему 25 лет. Он считал, что я... Тоже какой-то там... Когда я ему сказал свой настоящий возраст, он не поверил. Говорит, молодо выглядите. Так, ну, верно, тут на полном контроле. Вообще, полнейшем. Оу. Май. Ну раз дисконт. Ну разуме. Продолжение следует... 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 доехала работы это типа успех пробок что не было или в чем прикол прозе это не на машине приземлем той же машины нету или что там у тебя на машине каршеринг такси то есть машина почему ты хотел чтобы я тебе свою продал разошелся разыгрался все таки только я с него переключил он начал что-то делать попадать более солидно они не так нервно как было и изначально еще одну личную я сегодня ездил гулял на природе было кайфово у меня вечный отпуск он кажется вечным пока он не кончится когда он кончается а это будет на следующей неделе мне кажется что он пролетел незаметно а а а а а а а Продолжение следует... С середины июня, у меня, кстати, тоже середина июня, вторая часть, вторая половина моего отпуска. Сиба, ты откуда? Ты из Москвы? Нижний Новгород? Прикольно. Я в прошлом году ездил. Так, ну тут 21-10. Все-таки ожидаемо Вирн победил, но как-то очень слабенько отыграл. Не знаю, что тут комментировать. Будут еще матчи какие-то вообще. Вирнон играет с тремя полосками. Это вармап вечный, бесконечный. Походу против смола. Да, наверное, вырубаю. Приходите все сюда. Все. В.Б. спасибо за корейских девочек. Не, Вер не хотел сегодня лигу играть. Он точно сказал. Он писал не сегодня. Я его спрашивал. Светку? Возможно, по команде дуэл, но я не уверен, что я ее обновил. Он, скорее всего, с предыдущего сезона. Всё. Продолжение следует...